Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем с вами вещь, я думаю, интересную многим, да большинству. Это четвертое поколение мобильной связи, пресловутые 4G. Поговорим сегодня, во-первых, о том, что это такое, ну и, что главное, что изменится для нас, как для потребителей, и что изменится для участников этого рынка с появлением этого следующего поколения связи. В гостях у меня Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Добрый вечер, Эльдар! Добрый вечер, Олег! Ну что ж, если не возражаете, давайте начнем с каких-то определений, может быть, да, вообще, о чем идет речь? Четвертое поколение связи. Генеалогическое древо сможем мы нарисовать? Где было первое, второе, третье поколение? К чему пришли? Мы говорим фактически сегодня о эволюции стандарта GSM. Был 2G, которым мы пользуемся сегодня, звонки, голос, передача данных. Потом появился 3G, третье поколение, которое сейчас захватывает все больше городов и сел в России и используется для передачи данных в первую очередь. Четвертое поколение – это эволюция фактически третьего поколения базовой станции можно превратить в четвертое поколение, когда скорость передачи данных возрастает еще больше. Фактически 4G можно использовать для голоса, но он не используется, потому что проще передавать данные, это, ну, дешевле, лучше, и в первую очередь четвертое поколение создано для передачи данных. Ну, то есть речь идет о скорости передачи данных, да? Скорость передачи данных. Главное отличие. Главное отличие в том, что вы получаете выделенную линию, по сути, то есть она заменяет домашнюю выделенную линию, и очень быстро вы можете загрузить видеофайл, можете играть впервые в игры тяжелые, которые требуют быстрой реакции, потому что задержка сигнала меньше, чем у проводных провайдеров. Ну, вот я сейчас представляю, да, мне как потребителю, чем это аукнется. То есть я могу более мобильный интернет, я так понимаю, да, более скоростной интернет получить. Не только. Вы получаете скоростной интернет. Более того, в России это особенно хорошо видно. Сегодня многие люди пользуются мобильным интернетом, как заменой обычного интернета, потому что у них дома нет последней мили. Характерно это для маленьких городов с населением меньше 50 тысяч. То есть бум мобильного интернета в России в первую очередь связан с тем, что провайдеры интернета обычного, проводного, не подсуетились вовремя, либо у них цена услуги сравнима с ценой услуги на мобильный интернет, который недешев в России, относительно недешев. Поэтому четвертое поколение, оно дает и последнюю милю в том числе, и многие люди будут пользоваться этой последней милей, и тем более, что в России есть условно-безлимитные тарифные планы, в отличие от США, в отличие от Европы. И для человека, который не качает постоянно торренты, я думаю, что это будет альтернативой хорошей. Вот в отличие от США и Европы. Ну, понятно, что мы привыкли сравнивать, да, тем более что-то новое, которое приходит прежде всего оттуда, привыкли сравнивать и с США, и с Европой в первую очередь. То есть там, я правильно понял, нет безлимитного тарифа? Во всем мире операторы сейчас уходят от безлимитных тарифов по одной простой причине. Это невыгодно. Невыгодно в силу того, что 1-2 абонента или 1-2% абонентов, которые выкачивают большие объемы данных, например, торренты, они на 90-95% загружают сеть. И когда вы или я хотите посмотреть сводку погоды, хотите почитать о спорте что-то, вы не можете этого сделать просто потому, что канал забит. Вот для того, чтобы ограничить этих абонентов, так называемая честная политика использования. То есть в тестовом периоде, например, в России сейчас Мегафон до 15 августа бесплатно предлагает неограниченные, там нет тарифа, покупаете модемы, пользуетесь... Это вот то, что есть о 4G. 4G, да. То есть в том городе, где есть 4G, например, Владивосток, Москва, ряд других городов, Казань, вы можете пользоваться, Новосибирск, вы можете пользоваться этой услугой и не платить ничего. Для чего это делается? Фактически это тест, в котором Мегафон определяет, сколько средний абонент может выкачать за это время. И дальше, исходя из этого, говорится, ага, средний абонент выкачал там 5-6 гигабайт. Удваиваем это количество, чтобы никто не был обижен, и ставим в условно безлимитном плане 12 гигабайт ограничения. После этого ограничения режется скорость. Это российская специфика. Если говорить про США, там нет ограничения скорости, но там очень жестко предлагаются тарифы. Как правило, тарифы предлагаются 1, 2, 3 гигабайта. Максимум 10 гигабайт, причем они стоят принципиально другие деньги, на порядке дороже, чем в России. Если смотреть на Европу, это промежуточный вариант. Европейцы пытаются сделать то же самое. Ну вот, Мегафон ближе к европейской модели, Теле2, Теленор, они делают следующую вещь. Они дают некий пакет, который стоит определенные деньги. Когда вы израсходовали пакет, если вы хотите получить дальше, вам нужно заплатить деньги, но каждый последующий гигабайт стоит для вас не так дорого, он стоит дешевле. Но в целом это дорогое удовольствие, потому что операторы в первую очередь хотят вернуть свои инвестиции, которые они потратили на построение сети. Это большие инвестиции. Ну то есть вот в качестве примера это как раз Штаты, да? Потому что там жестче всего. Жестче всего, но мы ближе к Европе, слава богу. И в принципе в России стоимость этих услуг, она будет достаточно низкой. Но надо понимать, что третье поколение никто на помойку не выбрасывает. Более того, с приходом четвертого поколения у нас появляется выбор. Хотите вы взять не такой скоростной интернет, но побольше и подешевле, берете третье поколение. Хотите взять более быстрый интернет, быть всегда на связи с приличной скоростью, это четвертое поколение. То есть есть выбор, альтернатива. А у компаний, операторов в данном случае, да, у них какой-то технологический процесс, он как-то разделяется. Ну, условно говоря, я с точки зрения обывателя, да, вот есть один шнурок, там у меня 3G, а вот есть второй шнурок, там у меня 4G. Эти два шнурка одновременно или... Эти два шнурка работают, очень хороший вопрос. Они работают одновременно, но при этом оборудование 4G надо ставить. Это не просто... То есть это дополнительное. Это дополнительное оборудование, то есть это дополнительное оборудование для базовых станций. В первую очередь, как устроена мобильная связь? Об этом часто забывают. Слово мобильная подразумевает, что нет проводов. Совершенно верно. То есть это где-то в воздухе все витает. И какая разница, 3G, 4G, там же все это не уловишь. На самом деле мобильная связь имеет опорную сеть. Что такое опорная сеть? Базовые станции между собой соединены оптиковолокном. Тот, у кого лучше оптиковолокно, выигрывает, потому что он может подключать 3G, 4G, голос, смс, все гнать через эти каналы. И операторы сегодня в первую очередь строят... Ну, оптиковолокно, это непосредственно провода. Провода, да. Которые лежат в земле, в коллекторах. В некоторых городах, где не пускают землю, они висят на проводах снаружи, наружка, воздушка идет. Так вот, сама базовая станция, уже когда подключается к оптиковолокну, она может работать в разных технологиях. Но 3G-станции, вот для их обновления до 4G, надо потратить меньше денег. Если сравнить с периодом 4-5 лет назад в России, когда 2G менялась на 3G, фактически станция второго поколения бралась и выбрасывалась, и дальше ставилась новая станция. То есть там технологическая принципиальная разница между 2 и 3, да? Да, там была технологическая, это был разрыв. Очень небольшое число станций можно было конвертировать. При переходе от 3G к 4G, огромное, ну, 95% станций легко конвертируется и обновляется. Это позволяет уровень вложений сократить и сделать эту конвертацию более быстрой. То есть вы вкладываете, в первую очередь, в другие вещи, в радиочастотные ресурсы и прочее. То есть поэтому в России сегодня, да и в других странах, в общем-то, ситуация хороша с появлением 4-го поколения. И второй момент про разность технологий. Есть оператор Scartell, торговая марка Yota, есть, например, Megafon. В чем разница? Работают они на одной и той же сети. Фактически Megafon работает на сети Scartell. Разница в том, что у Scartell, например, вы покупаете модем, это только четвертое поколение. У них нет голоса, у них нет 3G. И если нету по какой-то причине вот здесь базовой станции 4G, вы воспользоваться услугой не сможете. У Megafon же идет возможность, модем объединяет в себе все технологии. То есть нет 4G, вы получите 3G за ту же цену. Если нет 3G, это 2G будет. То есть можно падать по технологиям вниз и получать все равно услугу. А вот этот выбор услуги, он зависит от региона, я так понимаю, да? Он зависит от региона. В Москве есть... Все есть. Все есть, да? Куда-то в провинцию поехал, там 4G нет, там есть вот то, что... Есть 3G, но не только от региона. На сегодняшний день есть всего несколько городов, где выкатили 4G, LTE. До конца года появится еще несколько городов. В будущем году, к концу года, фактически покроют всю Россию. Ну так, более-менее плотно. То есть... Но когда мы говорим про покрытие, даже в Москве, это не значит, что весь город будет покрыт станциями 4G. В первую очередь устанавливают станции там, где есть потребитель. Это бизнес-центры, это центр города, это скопление людей. И дальше уже идут спальные районы и другие места. То есть есть некий, как правильно это сказать, ореол, охват. То есть он достаточно ограниченный. Изначально, да. Абсолютно так же строились все эти 3G. То есть нельзя сразу в городе поставить там 200-500 базовых станций. Они ставятся постепенно. В первую очередь ставятся там, где есть потребитель этой услуги. И он, как правило, вот этот центр города, это бизнес-центры, да? Ну то есть это платежеспособный спрос. Самые первые станции, безусловно, ставятся там, где сидит сам оператор, тот или иной. То есть около офиса, где проникновение этих устройств максимально. Это было с третьим поколением. Билайн, МТС, Мегафон, базовые станции появились в первую очередь около офисов этих компаний. Их же, да? Их же, да. Их же офис. И то же самое будет происходить с 4G, наверное. Уже происходит. Уже происходит, да. Я понял. Хорошо. Вот мы назвали сейчас как раз большую тройку. Она опять будет в данной ситуации монополистом. Выгодоприобретателем. Выгодоприобретателем. Я думаю, что да. Потому что надо понимать, на лицензии ЛТЕ в России претендовало много компаний. Некоторые компании вообще не имели никакого опыта за спиной. Для того, чтобы построить сегодня работающую сеть сотовую, нужно вложить в Россию, даже в одном городе, не десятки, а сотни миллионов долларов. Если мы берем масштаб России, это миллиарды долларов. Ильдар, я прошу прощения. Давай через несколько минут об этом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Программа «Сухой остаток» на Финам. ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем четвертое поколение связи 4G. Что это нам с вами готовит? Гость в студии Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Еще раз добрый вечер, Ильдар. Добрый вечер. Итак, мы прервались до новостей на разговоре о том, что выгодоприобретателями, как ты их назвал, ну или в данном случае основными игроками этого рынка вновь становится знаменитая «большая тройка». Это правильно? Мне кажется, это логично по одной простой причине. Эти компании много лет создавали ресурс. Под ресурсами я понимаю те сети, которые есть. Как я говорил уже, апгрейд, обновление сети третьего поколения до четвертого занимает меньше денег. Оно стоит не так дорого. И второй момент. Для нового оператора, даже если бы нашли место, нашли ресурс и прочие вещи, то есть фактически с нуля надо построить огромную компанию, которая должна договариваться с арендодателями об установке базовых станций, с городом, ну там неважно в каком городе они работают. То есть объем работы, он огромен, и потянуть этот объем работы невозможно по одной простой причине. Эта компания не сможет найти достаточное количество квалифицированных людей, просто даже технорей для установки тех же базовых станций, то есть команда запуска. Потому что они все работают уже в большой тройке. То есть их найти невозможно. Можно экспортировать откуда, то есть вот взять людей из-за рубежа, но это не работает в России. Поэтому большая тройка, естественно, выигрывает из-за своего положения. Понятно, что Ростелеком, как госкомпания, они тоже получили частоты, они хотят на базе тех активов, которые у них есть, что-то развивать. Но верится с большим трудом, если только они не купят кого-то из большой тройки для того, чтобы уже на их базе развивать свои услуги. То есть поднять это с нуля сейчас это практически невозможно. Это очень дорого. То есть если вы поднимете это с нуля, вы отбивать вложенные деньги будете лет 15-20. Это, конечно, нерентабельно, очевидно. Хорошо, давай вернемся все-таки к потребителям, к обычным простым слушателям, которым... Ну, даже вот с такой точки зрения, я думаю, что можно представить себе такую картину, что большинство пользователей мобильной связи все-таки не сильно в материале. Не ботаники, если так можно так сказать. Да, это правда. Просто они вот... Есть телефон, да, еще нужно позвонить, смс-ку отправить, ну, там, скачать картиночки, можно друг другу переслать, вот и все. В этом случае 4G, ну, я не знаю, каким образом вот это новое поколение связи должно себя преподнести, чтобы стало понятно и, соответственно, чтобы... Для них вообще никаким образом, то есть эта аудитория остается за бортом по одной простой причине. Как правило, 4G, LTE нет в смартфонах и телефонах. То есть, по сути, это технология для компьютеров, ноутбуков, планшетов частично. То есть везде, куда можно воткнуть модем, либо поставить роутер, который по Wi-Fi будет раздавать эту технологию на много устройств. Просто если мы берем телефон мобильный, эта технология не нужна. Эта технология нужна в том случае, если человек много потребляет информации из интернета, причем тяжелой информации. Это может быть видео, это может быть аудио. Когда он качает большие файлы и хочет делать это комфортно. Только в этом случае. То есть, изначально у 4G достаточно узкая все-таки, да, можно сказать, аудитория? Это интернет. Это интернет исключительно. Это мобильный интернет. И причем интернет такой, как ты сказал, достаточно серьезный. Да. То есть аудитория, она, ну, опять-таки, вот если брать российский опыт, это все госчиновники практически, потому что наши чиновники по умолчанию хотят все самое лучшее, самое быстрое и абсолютно не считаются сценой. То есть 4G у них появится очень быстро, но есть одна маленькая проблема. Я прошу прощения, наши чиновники именно? Именно чиновники. Бизнес-элиту ты имеешь? Нет. Именно чиновники. Я думаю, что в России есть прослойка. Вот мы, когда делим аудиторию, мы пытаемся оценить. Но любое деление, оно очень условное и притянуто за уши. Но в России, если нет студенчества на сегодняшний день, его не существует, то класс чиновников, он вполне оформившийся. И если взять чиновника в Новосибирске и в Москве, то описание этого человека будет предельно совпадать. То есть это действительно класс, социальный класс, который существует. Вот эта прослойка большая. Поведенческие особенности этого класса, они очень просты, ну, как, я не знаю, можно сказать, как у инфизории туфельки, то есть предсказуемо. Можно, конечно. Вот, и поэтому, когда я говорю о том, что они будут первыми потребителями, это совершенно чётко так, проникновение услуги в первый год среди вот этого класса будет 30%, это не обязательно государственные деньги. Зачастую это деньги, которые они заплатят сами, просто чтобы иметь действительно очень качественную услугу. Им это нужно всё же для работы или это некий такой статусный элемент? Тут нет статусного элемента, это даже не нужно для работы, они просто хотят получить качественную услугу. Точно так же, как приходя в ресторан, они выбирают то блюдо, которое они считают наиболее качественным, хорошим, или там отправляются в отпуск не на курорты Краснодарского края, а куда-то ещё. То есть у них всё-таки есть некая своя, как ты сказал, поскольку это социальная такая уже группа, у них есть своя психология, своя логика, своё видение, своя жизнь какая-то у них. При этом, ну вот приведу простой пример, крупный региональный город, по контракту там интернет и сим-карты от одного из операторов городом закуплены для чиновников. То есть, но связь не очень хорошая, связь другого оператора лучше. И чиновники за свои деньги фактически моментально поменяли, выбросили карточки, хотя там есть возможность пользоваться, ну раздали, не знаю, выбросили, а сами пользуются другим оператором. То есть, это вот выбор проголосовали рублём ногами. Забавно. Забавно. Хорошо. Значит, мы говорим о том, что круг потребителей достаточно узкий для, собственно, нового поколения связи. И я так понимаю, несмотря на это, участников рынка, компаний, которые предлагают эти услуги, их это не смущает. Абсолютно. То есть, они настроены на то, что даже этот узкий сегмент всё-таки будет прибыльным. ЛТЭ называется Long Term Evolution, то есть, долгосрочная эволюция связи, по сути, если банально переводить в лоб. И вот эта эволюция, это ключевая вещь. То есть, ни одна услуга не взлетает моментально. На днях было очень интересное обсуждение. Журналисты, которые пишут про телеком, обсуждали пресс-релиз мегафона, где говорилось, что они продали несколько тысяч модемов 4G. Без особой рекламы именно модемов. Продуктовой рекламы не было. И горячие головы говорили, ну, посмотрите, значит, услуга непопулярна, она в Москве никому не нужна, так мало покупают, значит, это провал, всё пропало. На самом деле, наверное, надо говорить о другом, что никто и не собирался продавать много. Потому что на первоначальном этапе идёт внедрение услуги, когда людей с ней знакомят. И вот огромное количество плакатов развешанное по Москве, телевизионные рекламы. Это была имиджевая реклама мегафона, которая знакомила с услугой и говорила, мы первые её как бы запустили. Вот это мы первые будет звучать не только про 4G, они пытаются звучать в разных областях. С 4G ситуация очень простая. А прости, пожалуйста. А до сих пор есть ещё вот из коллег тот, кто 4G предлагает? Действительно, я вот сейчас пытаюсь вспомнить... Стартелл Йота предлагает. Ну, ни МТС, ни Билайн пока ещё... МТС в сентябре запуск, Билайн, скорее всего, в конце года. При этом у всех же своя стратегия. То есть МТС не стал торопиться. И, на мой взгляд, это правильно, потому что нет сейчас вот от того, что они запустят быстрее или позже в рамках полугода, они не проиграют и не выиграют абонентов. Это всё больше о имидже, а не о бизнесе. То же самое можно сказать про Билайн. Им надо решить вопросы с качеством сети опорной сейчас, там, с радиочастью, потом уже строить следующий кубик. Если говорить о бизнесе, вот бизнес-составляющий, он начнётся в середине 2013 года и в начале 2014, когда люди распробуют и придумают сценарий использования. Как я, вот как конкретный человек, получаю от 4G какие-то плюсы. Ну, например, я смотрю футбол. И у меня просто не позволяет посмотреть, там, мой смартфон текущий, футбол в хорошем качестве, я хочу его вывести на телевизор. 4G это позволяет делать. Вот это достаточно искусственный и притянутый за уши сценарий, но каждый человек будет придумывать сценарии, которые нам не снились. Например, телевизионные бригады, которые снимают новости онлайн. Сегодня они гонят через спутник картинку. Уже на 3G есть такие называемые батареи, когда 10 модемов собираются в батарею, картинка разбивается на 10 потоков, и она уходит в телецентр. На 4G 10 модемов заменяются на 3, и картинка уходит быстрее при этом. То есть вот таких сценариев будет очень много разных. То есть и каждый из потребителей, да, вот этот сценарий для себя какой-то... Он для себя... Зачастую компания, когда воображает, то есть вот садятся в кружок и начинают брейнстормить. Вот мы сейчас придумаем... Ну да, вот я хотел об этом сказать. Компания подсказывает, да, как-то наводит потребителей. Подталкивает к основным сценариям очевидным, но зачастую с рынка приходят обратно сценарии, которые даже вообразить нельзя. Ну вот простой сценарий с третьим поколением. Третье поколение 3G оказалось очень востребовано в охранных системах. Никто не мог предположить, что будет вот такой бум именно с приходом 3G. А причина очень простая. Как бы по стандартам... В сотовых компаниях никто этого не знал. По стандартам для максимального уровня безопасности проводной канал, который есть там в интернет или еще куда-то, надо дополнить беспроводным. То есть вот тем самым 3G. И формально все стали добавлять его не для того, чтобы сказать, вот смотрите, у нас работает через интернет наша камера. Все стали добавлять для галочки. Потом кто-то в этих охранных компаниях посмотрел и сказал, ребята, это работает действительно. И уровень потребления моментально вырос, потому что основной канал провод был заменен на беспроводной, потому что есть интерфейс. То есть от провода отказались просто. Не отказались, он есть, но есть... Но тоже именно для галочки. Именно для галочки. То есть ситуация меняется кардинально. И люди видят огромное количество применений, когда устройства получают сим-карту. Огромное число устройств. Сегодня какая проблема на рынке? Проблема только одна, что огромное число новых устройств приходит с сим-картами встроенными, то есть с GSM-модулем, но они между собой никак не связаны. Вот мы ждём того, когда появится действительно умный дом, коробочка, которая свяжет все эти устройства, и именно она будет связываться с нами, вот так централизованно, и говорить, там в доме, например, температура упала, либо вода встала, электричество отключили. Это то, что часто вот в американских, в частности, фильмах, да, ну, такие ближайшие фантастики, да? Это уже не фантастика, это работает. Это действительно, просто приведу один простой пример. Сердцем умного дома является связь, потому что без связи вам не нужен умный дом, вы не будете знать, что там есть. Неважно, какая это проводная связь в интернет, беспроводная, лучше иметь беспроводную. Так вот, такие системы ещё несколько лет назад стоили от 50 до 100 тысяч долларов. Сегодня их цена упала до 10 тысяч долларов. Я вполне могу сказать, что через 2-3 года это будет уже тысяча долларов, и начнётся бум. Уже более доступно. Да. Очень интересно. Давай продолжим через несколько минут. Ещё раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. А продолжаем разговор о ещё недавно фантастических историях, о которых мы сегодня разговариваем с моим гостем. Ильдар Муртазин в гостях, ведущий аналитик Mobile Research Group. Прервались мы, я с удовольствием тебя слушал, прервались мы на том, как ты рассказывал про «Умный дом». Когда-то, ну, несколько лет назад, наверное, да, я вспоминаю голливудские фильмы, и тогда это было из разряда фантастики. А сейчас это действительно реальность? Это уже реальность, это пришло в нашу жизнь, то есть с падением цены на «Умный дом». Фактически мы получаем уже сегодня компоненты этого «Умного дома». Например, есть умная СМС-розетка. СМС-розетка, в которой стоит СМС-карточка, с помощью СМС-ок можно управлять. Можно смотреть температуру около розетки. Извини, пожалуйста, СМС-карточка, это что, это обычная симка? Ну, обычная симка, да. Просто всё общение происходит с помощью СМС, там нет голосового канала. Также по телефону, да? По телефону отправляешь там команду, она тебе присылает в ответ, например, питание включено на входе или выключено. Более того, можно, в ней есть обычная розетка, туда можно подключить всё, что угодно, не знаю, торшер. И можно включать дистанционно или выключать. По факту, ну, как бы это одно из первых самых слабеньких устройств. У него даже нет интернета. Если говорить о будущем, то таких устройств будет очень много, вплоть до того, что, ну, вот, как бы, например, в Японии я жил в семье, и я пришёл однажды домой, позвонил в дверь, и тут зажигается такой экранчик, и на экранчике, как бы, хозяйка дома говорит, слушай, мы ещё не вернулись, мы отъехали в магазин, подожди 20 минут. А экранчик где этот был? Экранчик где домофон, на домофоне. И я так думаю, вот гады, они, значит, заперлись там, что-то такое делают, готовятся. Да-да-да, и не пускают. Не пускают. И тут они подъезжают. Я говорю, ребят, а как вы так по домофону мне сказали? Они говорят, а мы со смартфона фронтальную камеру использовали. То есть что произошло? В домофоне есть встроенный 3G-модуль, который понял, что в квартире нет никого, и он тут же сигнал перенаправил к ним, то есть это видеосвязь, которая перенаправлена на её телефон. Она видит меня через камеру, кто пришёл, и отвечает мне, что вот мы будем через 20 минут. То есть вот таких вариантов... В каком году ты был в Японии? Это два года назад. То есть это уже работает. Гениально, гениально. Таких штук очень много. И действительно, чем быстрее скорость передачи данных, тем лучше, потому что позволяет работать... Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о том, что это четвёртое поколение, но на сегодняшний момент это, собственно, потолок в развитии мобильной связи. А сейчас можно говорить о том, что вслед за четвёртым будет пятое, за пятым шестым? То есть есть куда двигаться? Да, конечно, есть. То есть фактически мы идём... Прогресс не остановится. Ну, это естественно. И я уверен, что за четвёртым поколением будет пятое. Не так важно, что в нём будет, потому что стандарт уже разрабатывают сейчас, по сути. И мы его увидим... Это стандарт, вот этот LTE, да? LTE уже разработан, там его дорабатывают, но уже операторы и регулятор глобальный, они уже смотрят на следующую итерацию, то есть на следующее поколение, что может войти в него, то есть куда пойдём и что будем улучшать. Фактически, если говорить о пятом поколении связи, произойдёт очень большое изменение сегодня. Для нас точка измерения мобильной связи является стоимость минуты звонка или стоимость СМС-сообщения. К пятому поколению связи, я думаю, мы от этого отойдём, потому что для нас единица измерения будет количество гигабайт, которые мы получаем. Сколько информации. Количество информации. Голос будет передаваться как данный, то есть тот самый Voice of IP, как Skype сегодня работает. СМС будет передаваться как данный. И не будет играть роли, сколько СМС-ок вы отправили, потому что это вопрос... Ну вот это деление, оно искусственное и существует сегодня. В дальнейшем мы от него избавимся, рано или поздно. То есть это одно из преимуществ уже пятого уровня, да? Я думаю, что да. То есть глобально, если говорить именно о преимуществах, о новизне, новизна будет в том, что информация станет центром нашей Вселенной. Для нас она станет. И мы не будем делить типы информации, она будет отличаться по размеру. Соответственно, видеоконтент, видеосвязь будет дороже просто в силу того, что занимает большую величину канала и прочие вещи. То есть помимо голоса там есть картинка еще, да? Картинка, да. При этом вы можете брать картинку, скажем так, с пропускной способностью, например, 128 килобит, дешевенькую, а можете в HD-качестве гнать. Это зависит исключительно от вас, от ваших финансовых возможностей. От желания, да? Да. Замечательно. Я, готовя к сегодняшней программе, вот некие справки навел, и мне очень не понравилась такая фраза, хотя, может быть, ты с ней и не согласишься, что российские сотовые операторы готовы внедрять, ну и, собственно, мы об этом говорим, они уже это делают, но в нашей стране на сегодня нет частот и нормативной базы для того, чтобы вот это вот продвигать историю. А, это история стара как мир, потому что у нас операторы бегут впереди. Вообще телекоммуникационный рынок России, он развивается настолько бурно, это самый быстро растущий сегмент рынка, который быстрее растет там, чем сырьевые вещи, чем нефть или еще что-то. При этом законодательная база действительно отстает очень часто. Если мы говорим сегодня про ЛТЕ, то ЛТЕ не имеет полной законодательной базы пока. Есть проблема то, что у военных есть определенные частоты, которые они используют и которые они должны отдать. Так называемая расчистка частот или конверсия частот. А вообще реально, что военные отдадут частоты? Да, это предмет торга. Ну, то же самое было с 3G. То есть предмет торга, сколько операторы заплатят за конверсию частот, за расчистку, сколько военные согласны взять. Это сумма всего лишь. Извините, пожалуйста, я сразу подумал, это не подорвет нашу оборонную мощь? Я могу рассказать одну историю, очень забавную. Когда 3G вводили в Москве и Московской области, в частности, в Королеве, это дальняя космическая связь, работал на тех же частотах. И человек, который отвечал за вот этот сегмент обороны, он на собрание с операторами стучал, как яростно стучал по столу и говорил, будете откидываться от ракет противника своими мобилками. То есть фактически присутствует вот такой элемент, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это не значит, что мы лишаем военных связи. Более того, за счет конверсии они получают более новое оборудование, более качественное, которое они сами заказывают. И вопрос в сроках. Конечно, операторы хотят уже сейчас получить все. Это нереально. Поэтому, например, господин Никифоров, министр связи, он назначил срок 2 года. За 2 года частоты должны быть... Начиная с 2012 года. Начиная с 2012 года частоты под 4G должны быть расчищены во всей стране. То есть за этот срок это вполне реально сделать. То есть это не какой-то срок, который взят с потолка, например, завтра. И это понятно, что не случится. А 2 года это достаточный срок. А говоря о законодательной базе, вот здесь что должно быть расчищено тоже, да? Здесь есть очень много акцентов, которые провисают в воздухе. Ну, начнем с самого простого. Когда показывали ЛТЕ еще до запуска, показывали не в России. То есть брали страны СНГ, привозили, договаривались и показывали, как работают базовые станции. Вывозили туда журналистов. Почему? Потому что официально ввести базовую станцию четвертого поколения в Россию было нельзя. Не было вот законов, как ее растаможить, как ее сертифицировать. Вот самое простое, это сертификация всего этого оборудования, которое сегодня уже существует. Дальше не существует или существует в недостаточном количестве тесты для этого оборудования, связанности этого оборудования и прочих вещей. То есть эта база пока не проработана. Не потому что мы не хотим, и операторы не хотят. Просто это требует времени. И сегодня сети, когда работают, вот уже в коммерческой эксплуатации, всплывают некие подробности, всплывают для всех неожиданно. Эти подробности, они в эти законы и в эти нормативы, собственно говоря, закладываются. Это нормально. То есть невозможно все предугадать сразу, да? Нужно пробовать, тестировать и... Да, невозможно. Более того, как бы у нас достаточно лояльно министерство относится к тому, что делается. То есть регулятор скорее на стороне операторов и понимает, что от его действий зависит, будет этот бизнес существовать или он будет хереть. Ну, он в этом случае заинтересован, чтобы этот бизнес развивался. Я думаю, что да. Это очень видно. Вот ты говорил о том, что невозможно было привезти сюда, да, в Россию для теста, а на Украине, тем не менее, этот тест состоялся. Не на Украине. Это, как правило, Республики Азии, Казахстан, Узбекистан. Ну, я, наверное, все-таки, как тебе сказать, скептически отнесся бы к фразе, если бы услышал, что там это законодательство уже есть, а у нас его еще нет. Там проще договориться. Там проще договориться, да? Потому что там не такие жесткие... Ну, собственно говоря, если вот смотреть там ситуацию Узбекистана и МТС сейчас, это обратная сторона медали, то, что российского оператора де-факто лишают бизнеса под некими предлогами. И мне кажется, что это тоже то, что можно договориться. Как говорится, изначально там договорились о тестах, тесты показали. Да, так. Я не считаю, что в России ужасная ситуация с сертификацией и прочими вещами. Она сложная. Но с этим можно работать. И то, что у нас запускаются достаточно быстро сети, показывает, что, в общем-то, камня преткновения нет. Ну, то есть даже несмотря на то, да, что, ну, сегодня мы берем, в сегодняшний моменте, что называется, у нас еще не до конца, да, готова законодательная база, у нас еще не до конца. Но, тем не менее, это не мешает развиваться, двигаться вперед. То есть все решается в рабочем порядке, то есть нет такого, что кто-то приходит и... Ну, приведу один пример. Я был во Владивостоке на прошлой неделе, и Роскомнадзор, местный по Приморью, выпустил сообщение, что сегодня Мегафон незаконно запустил сеть ЛТЕ, сеть четвертого поколения в Приморском крае, мы, значит, что-то там считаем. Доводов никаких не было, предупреждений в адрес Мегафона не было, при этом это виртуальная сеть, которая работает на Скартеле, который за день до этого стартовал, и на том же сайте Роскомнадзора висит, что к Скартеллу никаких претензий нет. Фактически Роскомнадзор глобально дезавуировал это сообщение другим и сказал, что локальное сообщение считать неверным, никаких претензий мы не имеем. Это вот как раз-таки вот эта амбивалентность, что на местах могут принять и так, и так, и непонятно как, и при этом не проконсультироваться с вышестоящим органом, а как считаете вы? Вот это риски, риски для любой компании. В данном случае для Мегафона, если бы там Роскомнадзор глобально сказал, что да, Роскомнадзор по Приморью правильно поступил, то на следующий день по всей стране закрылись бы просто сети ЛТЕ, потому что они были бы незаконными. Но все адекватно подходят к ситуации и понимают, что так нельзя. Ну а вообще вот эта импровизация на местах, она в законодательство вписывается как-то? Потому что серая зона существует. Именно вот отсутствие нормативной базы, и чиновник на месте может решить и так, и так. Нет четко ответа, что вот можно только вот так сейчас. Хотя вот если говорить про Приморье, конечно, это был полный волюнтаризм и решение на местах. Ну это вот чиновничий произвол. Он что-то хотел, этот чиновник? Или он просто таким образом власть свою обнаружил? Я думаю, что даже не власть. Там ситуация сейчас такая, что в Приморье идет укропление административных единиц, и Роскомнадзор это также касается. То есть, скорее всего, тот начальник, который сегодня сидит во Владивостоке, он не останется. Ему надо было показать, что он работает, ну, чтобы лицом показать свою работу. Но получилось по-дурному, конечно. И получилось наоборот. Ровно наоборот. Ровно наоборот, бедолага. Замечательно. Хорошо. Значит, теперь, если не возражаешь, давай посмотрим на всю эту историю с точки зрения рынка фондового. Потому что, да, мы говорим о телекомах, мы говорим о компаниях, собственно, которые залетизгованы, которые торгуются, акции их торгуются. Не все. Ну, не все, тем не менее, да, основной набор. Как развитие четвертого поколения, ну, в перспективе, а может быть и сейчас, в моменте отразится на стоимости этих компаний? Напрямую отразится, потому что передача данных, мобильный интернет, это основа любой услуги, которая есть на сети. Чем больше ваш канал, тем больше возможностей у вас есть. Почему операторы вкладываются в опорную сеть? Потому что они понимают, что рано или поздно они становятся не просто провайдерами голоса, смс, трафика в мобильных сетях, они становятся провайдерами трафика вообще в стране. Там точками обмена и прочее, прочее. За прошлый год, там та же компания Мегафон, она после Ростелекома вторая по количеству линий оптиковолокна, построенного в России. У них огромное количество содов, это центр данных, дата-центры, которые они построили. И зачем они это делают? Сегодня эти центры не используются даже на десятую часть. То есть это основа для будущего, когда взрывообразно начнет расти потребление. Если говорить о четвертом поколении... Ильдар, извини, пожалуйста. Давай через несколько минут об этом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.фм. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор на интереснейшую, на мой взгляд, тему. Четвертое поколение связей. 4G. Чего нам ждать? К чему готовиться? Как хорошо станет жить? Как известный персонаж говорил, жить стало... Лучше жить стало веселее. Вот насколько веселее. Про фондовые рынки, если продолжить разговор, то тот, кто занимает выгодную позицию и обеспечивает себе максимум будущей услуги, тот и выигрывает. На сегодняшний день единственным ресурсом, который невозобновляемый, являются частоты. Большая тройка получила частоты в равных пропорциях, но существует компания Скартел и Йота, в которой тоже есть частоты. И был некий консорциум ЛТЕ, который должен был эти частоты на равноправных основах использовать. Получилась с этой компанией очень забавная ситуация, потому что ее купил де-факто Мегафон. Она независимо операционна до сих пор, как будет в будущем, неизвестно, но одним из условий сделки было недискриминационное предоставление доступа к этим частотам другим операторам. Есть некое лукавство, потому что если два оператора подключаются, Мегафон, естественно, и МТС уже сгибил желание, то для третьего или четвертого уже места фактически не остается. Частоты не резины. Получается дискриминация сама собой. Сама собой, технически она получается. Так вот, Мегафон на сегодняшний день в России лидер, чемпион по частотам, по количеству частот. МТС примыкает к ним. Можно сказать, что они будут такими же, будут чуть меньше, но примерно то же самое. И это позволяет говорить о том, что вот эти две компании будут лидировать на будущем рынке через год-два, если они свои капитальные затраты не снизят. Что значит лидерство? Это значит лучшие услуги, больше скорость передачи данных. Сегодня Мегафон, половину рынка передачи мобильных данных занимает уже в России. И фактически покупка, дорогая покупка этой компании, это попытка обезопасить свои инвестиции. И когда они будут выходить на IPO, там через год-два, неважно, я думаю, что это будут принимать во внимание именно то, что потенциал для развития у этой компании максимальный. У МТС. Застолбили уже огромную площадку. Да. И поэтому, если среди компаний, кто котируется на рынке, например, МТС, я думаю, что их перспективы тоже очень неплохи. В России есть два явных лидера. Это Мегафон и МТС. МТС традиционный лидер по количеству абонентов, по покрытию, по числу стран. И второй догоняющий, это Мегафон. Ну и тройку замыкает Билайн, у кого перспективы, мягко говоря, такие непонятные. Ну вот хотелось бы, да, немножко о его перспективе. Почему он не так активно, исходя из твоего рассказа, не так активно в эту сторону? Ты знаешь, там сложилась ситуация очень странная. Акционеры меняли менеджмент настолько часто, что компания без руля без витрил. То есть очень часто принимались странные решения. И в частности, в момент кризиса, в 8-9 год, капитальные затраты были резко сокращены. Чего не сделал тот же Мегафон, который просто увеличил затраты на третье поколение. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что связь от Билайна, особенно в крупных городах, например, в Москве, она просто не работает. У меня часто на телефон люди прозвониться не могут. Телефон показывает, там, 3-4 палочки. А на самом деле он вне сети. И когда я общаюсь со службой поддержки Билайна, мне говорят, перезагрузите телефон, мы программу коррекции запустим, еще что-то. В реальности это все не работает. Вопрос просто в следующем. Сократили затраты на сеть, не построили достаточное количество базовых станций и оптиковолокна. При этом за счет маркетинга нагнали огромное количество людей на сеть, которая с ними не справляется, получили ухудшение качества связи. А дальше замкнутый круг. Нам нужны деньги, мы нагоняем новых абонентов. Люди сталкиваются с тем, что нет, некачественно, уходят обратно, мы вкладываем еще больше, чтобы снова загнать их к себе. Это замкнутый круг. Кто-то должен остановиться и сказать, ребята, мы должны улучшить нашу сеть. Господин Торбахов, я ему задавал перед его уходом этот вопрос несколько раз. Он мне публично сказал, что в течение двух месяцев мы решим эту проблему в Москве. Прошло несколько лет, проблема не решена. И практически целый набор топ-менеджеров в Мпелкома, кому я задавал этот вопрос, отвечали примерно то же самое. Вот сейчас один-два месяца мы все решим. Время идет, ничего не решается и ситуация ухудшается. То есть, если говорить про эту компанию, я думаю, тут критичной точкой станет, когда акционеры осознают, что то, что происходит, ненормально и примут действительно волевое решение, влезут в этот бизнес, поменяют команду, поставят четкие планы KPI и все изменится. Компанию можно вытащить, она не безнадежна. Более того, когда мы говорим про большую тройку, надо понимать, что эта большая тройка останется большой тройкой, она не станет четверкой, она не станет двойкой. Чтобы уничтожить там ту же компанию Билай, надо приложить огромные усилия, и даже изнутри компания это не сможет сделать. Ну, понятно, что скорее всего действительно, тройка не станет двойкой, ну, а надежд стать четверкой и пятеркой тоже никаких? Вообще никаких. То есть если мы говорим про теле-2, теле-2 позиционирует себя как дискаунтер, в половине регионов, где они присутствуют, они действительно дискаунтер, в другой половине регионов, доноров, они зарабатывают. Извини, поправь меня, мегафон появился у нас, ну, на рынке и вообще в сознании, тоже, начиная с регионов, да, он каким-то образом... Северо-западный GSM, Санкт-Петербург, то есть родина мегафона. И если говорить про мегафон, да, он пришел в Москву не с первых дней, я помню, как все ожидали, что вот сейчас придет мегафон, цены снизятся, связь станет лучше. Мегафон очень активно рос. Если говорить про теле-2, их проблема не проблема инвестиций, не проблема того, что они не хотят строиться. Проблема в том, что они не могут договориться с государством, с регулятором, а именно получить лицензии хотя бы на связь третьего поколения. То есть их не пускают. Вот они зафиксированы, голос и СМС, и все. Дальше они прыгнуть не могут. Что это значит? Это значит, что с течением времени, как только большее число абонентов будет пользоваться услугами мобильного интернета, им придется ронять цены на свои услуги. Они просто становятся неконкурентными. Им не дают зарабатывать самый основной кусочек пирога. Искать тут какую-то подоплеку политическую, наверное, можно, но если говорить про теле-2, я не считаю, что они нужны в Москве. Это моя глубокая убежденность. Но при этом я считаю, что если мы играем по этим правилам, все-таки дать лицензию на третье поколение этим ребятам можно и нужно, чтобы в тех регионах, где они уже присутствуют, они развивали это направление. Почему нет? Ну вот их невозможность договориться, она все-таки в каком ключе? Это проблема коммуникабельности? Исторически сложилось. То есть, когда они могли договориться, менеджмент в России, надо понимать, что эта компания, ну, наверное, как Икея. У них этические принципы, они перевешивают все, и когда, скажем так, им предлагали и давали недвусмысленные намеки, что все это решается, они решили, что они могут перешибить это все. И сейчас они заложники этой ситуации, потому что, в принципе, они бы уже давно и хотели бы договориться, но общаясь с представителями Теле-2 не в России, я осознаю некую наивность этих западных людей, то есть, действительно, наивность, они говорят, мы будем апеллировать к прессе, к обществу, мы будем... Суд подадим. Нет, суд не подадим, мы будем апеллировать к тому, что это логично. То есть, давить на совесть, да, может, примерно. При этом непонятно, а почему должно что-то измениться. То есть, в их сознании, если общество осознает, что Теле-2 нужна связь третьего поколения, то регулятор не сможет не дать лицензии. И когда мы обсуждали этот вопрос, ну, это странно, то есть, это действительно странная позиция, они пытаются идти без понимания российского рынка вообще тотально. Ментальности даже, наверное. Вообще нет понимания даже на уровне того, что куда они идут, как они идут. Удивительно, особенно удивительно на фоне того, что в российском офисе работают русские люди, которые пытаются донести эту информацию. И вот эта невозможность коммуникации даже в пределах одной компании тяжело. Ну, это решаемо, как ты думаешь? Я думаю, нерешаемо. Ну, то есть, им приходится бороться внутри компании, объяснять, как все здесь устроено, и люди там не верят, что это здесь так. А второй момент, без, скажем так, добра с той стороны, они не могут пытаться изменить ситуацию как-то в России. Ну, и плюс, как бы, конечно же, никто со стороны... Вот сегодня уже сменилось несколько поколений чиновников, и сегодня, если говорить про министерство, ну, вот это обновление, оно к лучшему. Молодой министр связи, амбициозный достаточно. Появилось много центров силы. То есть, если раньше центр силы был фактически один министерство, то сейчас есть министерство, есть Щеголев, который советник президента, есть там еще несколько центров силы поменьше. Так вот, сегодня, скажем так, лавировать на этом рынке несколько проще стало. С одной стороны, с другой стороны, действительно, впервые за многие годы, скажем так, появились перспективы, когда в России определяется перспективное направление, вот мы пойдем туда-туда. Самая большая проблемной точкой, наверное, министерства является Почта России. Обещают исправлять, и я думаю, что если действительно вот нынешнему поколению чиновников это удастся сделать, это будет огромным достижением, нам придется памятник ставить им за это, потому что Почта России на сегодняшний день это нечто, ну, это болото, которое изменить невозможно. Хотя неоднократно, да, даже, ну, как минимум, внешне мы видим попытка ребрейдинга, попытка каких-то новых услуг, предложений, и действительно это все с мертвой точки не избегает. А это болото, потому что, когда вы платите 5-6 тысяч рублей почтальону, вы не можете ожидать хорошей работы. Вы можете его дорого одеть, вы можете запустить дорогую коммерческую рекламу на телевидении, но сама суть не меняется. И если вы спросите у любого человека, хотел бы ты пойти работать на почту, вам в лицо рассмеются, ну, вот, все. Даже не спрашивая, кем, какие там вакансии, просто само слово, почта. Я почему-то знаю сейчас тоже аналогию такую, почта, это такой совок. Да. Это именно так, Это пережиток того времени, и никто не хочет туда пойти. Ну, в этом случае, чтобы пережиток каким-то образом изменить. надо менять, нужны менеджеры, которые могут... Основная проблема России сегодня, это отсутствие людей с волей, которые могут сломать существующий порядок. Причем, это и среди чиновников, и среди бизнеса встречается. То есть, многие люди, они, скажем так, начинают ломаться на каком-то своем уровне. Ну, вот Прохоров, например, заигрывание, если вот про политику говорить, фактически он, ну, в какой-то момент сломался, когда ему сказали, надо делать вот так, так и так. Он стал играть по этим правилам, потому что у него есть бизнес, который для него более важен, чем какие-то, видимо, убеждения. Понятно. Ну, хорошо. Уважаемые слушатели, мы будем заканчивать. Я благодарю моего гостя, это Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Ну, основная идея, если позволите, 4G, жизнь будет лучше, жить будет веселее. Всего хорошего, спасибо за внимание.